Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. И мы сегодня читаем, продолжаем читать Евангелие от Луки, у нас 16 глава. Но вообще вот хотелось немножко напомнить, точнее задаться вопросом, а как вот узнать, есть ли у тебя хоть немножечко истинного стремления ко Господу, любви ко Господу, или такого стремления нет. А узнается это очень просто и очень легко. Вот если ты любишь читать слова Господа, если ты любишь брать в руки Евангелие и все время находишь там что-то новое, что раскрывает тебе душу, сердце, тебе легко становится внутри, то значит и любовь к Господу в тебе тоже есть. А вот если тебе все это скучно, неинтересно, да я все это давно уже читал, слышал, знаю, то вот такое равнодушие означает, что сердце вот как-то не очень стремится ко Господу, и духовная жизнь в тебе замерла. И вот сегодня мы продолжаем чтение Священного Писания, и будем в 16 главе рассматривать такую притчу, в которой очень много оттенков, и каждый раз действительно вот можно ее читать и что-то новое почерпать, и это притча о неверном Домоуправителе. И сразу скажу, что это самая трудная притча во всем Евангелии. Ну, а трудная, конечно, не значит неразрешимое. С Божьей помощью Господь же обещал, что благодатью Своей Он даст разумение Писании, поэтому с Божьей помощью мы и приступим. «Сказал же и к ученикам Своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его». Вот это именно притча, то есть некий приточный образ, как бы аллегория такая, которая берет отдельные элементы из реальной жизни. Вот некий человек, он хозяин, он землевладелец, у него большие имения, но сам он живет где-то вдали. И, а поскольку нужно заниматься вот этими землями, то он назначается Домоуправитель. Домоуправитель, или управитель просто в данном случае, Домоуправитель над домом, управитель он над землями. И вот этот управитель назначался не из рабов, то есть это свободный человек, который является вот непосредственным начальником и руководителем всех трудящихся вот на данных участках. И вот на этого управителя донесено, что он расточитель, то есть, ну, как-то неумело ведет хозяйство. «И призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе, дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». То есть, все, я тебя увольняю, но перед увольнением ты отчитайся в том, что ты делал. Тогда управитель сказал сам себе, «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь». То есть, ему было стыдно заняться простым таким вот физическим трудом, наниматься кому-то, копать земли. А просить милостыню тем более стыдно. И вот тогда рождается в нем некое решение. «Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом». Вот здесь интересно в этом стихе то, что как бы он будет отставлен от управления домом, то есть, дом все-таки был на этих землях, но при этом он сделает нечто, чтобы его приняли в домы свои. То есть, некто должны будут принять его в свои дома, то есть, оказать ему какое-то милосердие. И какое же у него возникает решение? «И призвав должников, господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, «Сто мер масла». И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши пятьдесят». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он ответил, «Сто мер пшеницы». И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши восемьдесят». «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде». И вот тут уже появляется наше непонимание, как это так. То есть, он призывает должников, тех, кто должен господину, те, кто ориентовали землю, и должны были приносить какой-то плод. Один должен был сто мер масла, имеется в виду оливковое масло, оно очень дорогое. И там даже меры, там в подлиннике как бы баты. Каждый бат – это четыре ведра. То есть, четыреста ведер оливкового масла. Это, в общем-то, огромная стоимость. А у другого, значит, пшеница. Но при этом управитель говорит, что вот ты, знаешь, что напиши, что там ты поменьше должен. И почему-то хозяин хвалит этого управителя, что, мол, ты вот как он догадливо поступил. И вот тут было, конечно, очень много разных толкований. И есть одно из толкований, который так говорит. Как бы некая попытка по-земному объяснить, что на самом деле вот те люди, которые, должники, да, арендаторы, которые трудились и должны были давать вот это масло, пшеницу и так далее, что там еще, виноград, допустим, они не только должны были давать хозяину всех этих угодий, но и управителю, который непосредственно отвечал за эти места. И, соответственно, вот он говорит, да, что 100 мер масла, да, но ты напиши 50. То есть на самом деле они должны были, он должен был 50 мер хозяину и 50 мер управителю. И вот этот управитель, как бы, чтобы получить расположение, он вычеркивает свою долю, чтобы должник принес только то, что достает хозяину, как бы располагая себя. А у того, да, вот тот второй, он 100 мер пшеницы должен, но из этих 100 мер пшеницы 20 он должен был дать управителю. И тоже, чтобы, так сказать, вот как-то его расположить к себе через милосердие. Здесь такая мысль проводится, что проявить милосердие, дабы эти люди, как бы, приняли его в домы свои. Вот то, о чем чуть выше было сказано, потому что он отставлен будет от управления всем этим хозяйством. И поэтому господин управителя неверного, он его хвалит за то, что он проявил здесь, ну, вот такую, как бы, добропорядочность. Но это вот одно из таких земных толкований. И на самом деле, вот святые отцы, они как толкуют, что вот данная притча, она вообще тяжело отображает какие-то земные реалии, а ее можно брать только в отдельных деталях для объяснения. Вот хозяин всех этих угодий это образ Господа Бога, потому что только Господь Бог есть подлинный и истинный владелец любой собственности. Вот все, что у нас есть, нам дается от Бога. Вот не только земля, в которой мы живем, да, но и сами наши тела, и, соответственно, все наши способности, и наше здоровье – это все Божий дар. И мы в этом смысле являемся в каком-то смысле владетелями вот этого неправедного богатства. Вот я немножко зачитаю дальше. «И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Вот богатство неправедное – это именно дары Божии, которые нам даны, ну вот просто так, незаслуженно. Мы ни здоровья этого ничем себе, так сказать, не заслужили, да, никаких-то сил, способностей, талантов. И на что это надо употребить? На то, чтобы нас приняли в вечные обители. Не тратить на какой-то там грех, да, вот человеку даны, допустим, силы, а он в ночь засиживается за компьютерными играми. И он вот этот дар здоровья гробит, направляя его вот в какую-то пустоту, и потом он не может отчитаться пред Богом, да, то есть он неоплатный должник, да. А как надо правильно? А правильно – это если вот данные тебе от Бога силы, таланты, здоровья, ты направляешь на какое-то доброе дело, на созидание, но, собственно, что ты тратишь? Ты тратишь то, что Господь и так дал тебе как дар. Возможность помолиться, потому что у тебя есть силы и здоровье, да, возможность соблюдать посты, возможность подать кому-то милостыню, потому что Господь благословил твои труды и наделил тебя каким-то достатком. Вот из этого достатка ты можешь уделять милостыню ближним, помогать. И это богатство для тебя, оно является неправедным, потому что оно тебе по дару Божию. Но если ты правильно им распорядишься, этим неправедным богатством, то есть оно не твое, если ты распорядишься им благочестиво, то тебя примут в вечные обители. И вот в данном случае Спаситель, он как бы ссылается на смекалку этого неправедного управителя, то есть на некую как бы хитрость его, потому что он идет на хитрость, чтобы расположить к себе вот тех должников. И Спаситель, когда говорит, что вот сыны века сего догадливее сынов света в своем роде, то Спаситель говорит, что люди, преданные греху, сыны века сего, они предпринимают невероятную смекалку, находчивость и усердие в достижении вот своих греховных целей. И вот как бы нам, людям, которым уже приведены к вере истины, вот как бы нам тоже являть такую смекалку усердия, активность в достижении целей благочестия. Я вот вспоминаю, как в лавре уже покойный архимандрит Никодим, отец Никодим, он занимался много заключенными, в тюрьмах проповедовал, в следственном изоляторе, в Сергиевом посаде. И вот он рассказывает, что как-то в тюремном храме туда вот он пригласил женщин-заключенных, и вот они собрались, на лавочку он их посадил, ну там с каждой камеры приводит, человек там 10, допустим. И он буквально говорит, на минуту я зашел в алтарь, выхожу из алтаря, а с высокого паникадила там уже все красивые подвески сняты. И говорит, там ни лестницы, ничего нет. То есть, это вот надо в считанные секунды, в считанные секунды, у них смекалка так сработала, что они, видимо, там кто полегче, того взяли, да, там наверх, там за ноги как-то, чтобы кто-то дотянулся руками быстренько, раз-раз-раз, сняли. Но он им, конечно, сказал, что вот он сразу все заметил, говорит, вот сейчас я опять в алтарь зайду на одну минуту, когда я выйду, чтобы все обратно висело, как было. Ну, он тоже зашел, выходит, все уже, все на месте висит. Но обратно вешать тяжелее на самом деле, потому что надо там крючочками попасть еще, снять легче. Но они тоже проявили вот эту смекалку, повесили назад. Но мы к чему говорим? Что вот человек, одержимый грехом, у него такое рвение, чтобы вот цели своего греха достичь, да, что он в любое время, при любых условиях этого достигнет. Допустим, там, пьяница, алкоголик, вот он ночью подымется и обязательно где-нибудь отыщет алкоголь, да, или вот они ходят, попрошайничают и непременно выпросят у кого-то деньги на то, чтобы выпить, удовлетворить свою страсть греховную. А вот как бы нам ночью подняться, чтобы помолиться, да, да какой ночью? Просто вот вечером помолись перед сном. Вот нет сил, нет, хочется спать, вот такие расслабленные, вялые, в храме тяжело подыматься. И Спаситель говорит, что вот сынам век вот такого бы усердия, да, такой бы догадливости, как вот этим сынам, да, сынам века сего. Да, вот в Евангелии Теана Спаситель говорил, что покуда свет с вами есть, веруйте в свет, да будете сынами свет. Из этого можно заключить, что Спаситель как бы имеет в виду здесь христиан, тех, кто верует в свет истинный, хотя существуют и некоторые другие объяснения этого стиха. Но в целом, в целом, повторим, тут, конечно, мы видим, что вот этот управитель, он проявил некоторое милосердие к должникам. Он не может оправдаться перед хозяином, потому что он действительно расточал имение, да, то есть он был невнимателен. И мы вот на самом деле тоже, когда живем, мы постоянно расточаем Божьи дары. Проходит какое-то время, мы начинаем понимать, что вот зря я там увлекался вот этими играми, да, или вот тут вот я в пустое время проводил, вот на эти страсти потратил свои силы. И а как оправдаться? А вот если мы проявляем милосердие к другим людям? Да, мы, может быть, тоже не в своем, потому что все, что мы отдаем, это тоже от Бога пришло. Но Господь похваляет таковых, потому что милосердие, оно уже смягчает душу. И намного было бы хуже, если этот управитель, он содрал бы с каждого по полной программе, да, и ушел бы при этом. То есть с такой ожесточенной душой, и как бы его приняли в домы свои. А тут речь идет о том, что кому он проявил милосердие, и они к нему тоже проявят милосердие, и они примут его в домы свои, потому что он отпустил очень большой долг. И вот поэтому Спаситель говорит, приобретайте себе друзей богатством неправедным. То есть располагайте к себе, ну, не то что к себе, а вообще даже, может быть, под друзьями подразумевается здесь ангелы Божии, когда мы наши вот таланты, которые от Бога, как неправедное богатство, наши таланты именно на добро мы направляем, и чтобы были мы приняты вечные обители. Ну, вот хотя бы некоторые такие мысли из этой притчи, потому что, конечно, о ней очень много толкований и у святых отцов, и у современных богословов и экзегетов. И дальше Спаситель говорит, верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. И это на самом деле так. Вот вспоминается, как в предреволюционные годы там многие говорили, что вот я за родину, я там положу свою жизнь, но при этом в своих семьях они хранили такую неверность, точнее, не хранили верность. То есть они не были верными в малом, блудили, изменяли. Вот если почитать Шолохова, Тихий Дон, как там все в распутстве, а к чему это приводит? К тому, что в конечном итоге и родину не сохранили. То есть если ты не можешь соблюсти верность в малом, в своей собственной семье, сохраняя верность самым близким, то как ты сохранишь верность, когда пойдут разделения на таком вот уровне всего Отечества. И кто-то и предатели, кто-то там перебежчики куда-то и стреляли друг в друга, изменяли. Поэтому верность, она начинается в малом. А в малом это в чем? А это в твоем сердце, в твоих мыслях. И если ты уже в мыслях блудишь, то понятно, что это некий шаг к тому, что и делом дойдешь до этого. Если ты в мыслях надменный человек, то это уже шажочек к тому, что будешь гордо вести себя, когда непосредственно общение с твоими ближними. И вот Спаситель, он говорит про что? Про то, что нам дается нечто, чтобы мы это употребили себе на пользу. Себе же на пользу. То есть Господь дает нам жизнь, дает какие-то возможности, дает ум, способности размышлять, и вот эти способности мы должны употребить себе на пользу. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинно? А неправедное богатство, то есть вот эти земные вещи какие-то, они со временем все исчезнут. Весь хлеб, все зерно в конечном итоге истлеет и вернется обратно в землю. В конечном итоге все дома придут в ветхость. Деньги все обернутся в прах. Но пока мы находимся здесь, пока вот и этот хлеб, и эти дома, и эти деньги, то и их мы можем употребить на добро, как вы понимаете, да, когда сердце проявляет некое милосердие. И наградой будет истинное богатство, а истинное, оно неприходящее. Это то, что уже на небесах. И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? То есть в чужом вот это божьи дары, которые даются нам в земной жизни. Кто даст вам ваше? А ваше – это вот эти небесные обители, которым и призван каждый человек. Вот на самом деле, в чем как раз трагизм человечества и трагизм каждого отдельно взятого человека. И, в общем-то, даже посмертный опыт тех, кто клинической смерти, пережили клиническую смерть, вернулись обратно, они рассказывали. И трагизм в том, что ведь каждому человеку уже в раю уготована обитель каждому человеку. Прекрасная, нетленная, вот светоносная обитель. А мы своими глупостями, своим неразумием, своим безумием влечем себя во ад. Но ведь Господь все дает, дает нам совесть, которая подсказывает, как правильно поступать в тех или иных поступках. Дает нам и какие-то средства, дает нам возможность иметь близких людей, с которыми делиться. И милосердие, оно начинается со своей собственной семьи. А если все там друг на друга орут, как помешанные, если вот этот гнев не сдерживаемый, на самых близких, то о чем говорить? Получается, что даже в малом мы не верны. И кто тогда даст многое? Мы в неправедном богатстве, то есть то, что от Бога даются вот эти средства, тленные средства. Мы не верны. Кто же даст истинное, не тленное? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Мамона, в данном случае, конечно, если конкретно обозначается богатство, или Бог богатства, обозначается, что в серебролюбии есть идолослужение, вот апостол Павел говорил, и люди, которые ставят целью обогащение, такой вот мощный бизнес выстроить, как правило, у них никогда нет для милосердия никаких средств, все до копейки куда-то вложено, и тяжело им поделиться. Но вот это замечено, что люди попроще, люди победнее, они охотнее помогают в нужде, нежели какие-то состоятельные люди. У них все там до копейки посчитано, и куда-то вложено, и ждут свои проценты, которые потом и в течение месяца быстро куда-то тратят. И вот невозможно служить двум господам, но на самом деле речь не только про сребролюбие. Вот в любом деле, при любом искушении у нас всегда как бы возникает такой выбор. Вот мы выбираем между Богом или грехом. Вот когда искушение приходит, это всегда для нас как некий выбор. И когда мы соглашаемся с грехом, то в каком-то смысле мы отказываемся от Бога, вот в данный момент. Понятно, что Господь, Он примет, когда ты покаешься. Примет. Ты исповедуешься, ты придешь, но вся жизнь, она превращается в такую цепочку беспрестанных предательств. Человек постоянно вот, он знает, что в Боге истинное благо, мы знаем, что у Бога истинная радость, но как только колебания, вот Бог или грех, и мы тут же раз и как-то легко скатываемся ко греху, зная, что Господь, Он и так милосерден. И вся жизнь, она получается в цепочку беспрестанных предательств. И потом, на самом деле, то тоже будет очень стыдно, что там, где можно было не грешить, мы все равно грешили. Никто не ставил нас к стенке, никто не грозил нам смертью, а мы все равно между Богом и грехом выбирали грех. И вот, когда приходит искушение, любое искушение, отомстить или не отомстить, какие-то блудные искушения, то ты подумай, ты выбираешь между Богом и грехом, потому что невозможно служить двум господам, потому что если будешь служить одному, то о другом будешь не родить. Так что, выбирая грех, отказываешься в данном случае о Боге. Не можете служить Богу и мамоне, не можете служить Богу и греху. Слышали все это и фарисеи, которые были серебролюбивы, и они смеялись над ним. Конечно, вот фарисеи внешне не показывали себя серебролюбивыми людьми, то есть саддукеи, иудейские священнослужители, те, да, тем много жертвовали, они при храме, а фарисеи как бы такие народные лидеры, которые благочестие показывали как бы перед всеми, и как некий пример, что живите так, как мы, мы все соблюдаем, но им, конечно же, жертвовали, и они это очень любили. И вот когда они вдруг видят Христа, который проповедует бедность как добродетель, то они просто смеялись над ним. Спаситель не имел буквально вот дома, где бы ночевать. Ну, когда в Капернауме он ночевал в доме Петра, где теща Петра жила, где-то там в других местах, и своего угла не было. Вот, кстати, сейчас тоже бывают даже священники, которые лет там 20-30 вот они служат, и у них нет своего угла, у них какое-то бедное съемное жилье, и только потом каким-то чудом Божиим что-то там удается приобрести, потому что для нас не это главное. У нас есть Царство Небесное, а остальное приложится, как обещал сам Господь. А вот фарисеи, они считали по-другому, они говорили, что богатство это признак особого благословения Божия. А вот святые отцы говорят, что наоборот, если тебя долгое время не посещают никакие скорби, испытания, то значит, ты как бы оставлен богом, потому что только через вот это горнило испытания, через горнило страданий душа твоя может очиститься. И вот спаситель, что он говорит? Он сказал им, вы выказываете себя праведниками перед людьми, но бог знает сердца ваши. То есть Господь видит, какие вы на самом деле, а человек он, каков он на самом деле? Он таков, каков он в сердце. То есть можно создать некоторую картинку перед другими людьми, дать кем-то себя изобразить, в социальных сетях все это облагообразить, но внутренняя пустота, она будет, она, конечно же, открыта и тебе самому, она открыта и пред Богом, и вот Господь знает сердца наши. Ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Да, вот это вот ключевые слова, он сказал, вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. И вот обычно люди, это сквозь все века, сквозь всю историю проходит вот эта истина евангельская, вот и люди, чем они живут? Они ищут каких-то таких, допустим, превозносят актеров, да, перед которыми преклоняются, или там певцы какие-то мирские, то есть личности мира сего, которые преуспели в мирском, и они становятся как бы эталоном для подражания, все стараются узнать их жизнь личную, как они там проводят свои будни, а в итоге что узнают? Что кто с кем переспал, да, кто с кем развелся, кто там какой ориентации и так далее? И получается, что все вот это, что высоко у людей, да, это мерзость пред Богом, потому что чистоты сердца в этом нет, в этом нет доброты, и эти знаменитости, они на самом деле, может быть, в глубине души очень одиноки, потому что пустота души, она может быть восполнена только благодатью Божией, а благодать и не стяжать без чистого сердца. И что высоко у людей, то мерзость пред Богом. А дальше Спаситель говорит уже о том, что вот приносит Евангелие, и это новый подход к жизни, закон и пророки до Иоанна, то есть некое приготовление было до Иоанна Претечи, Иоанн Претечи это как уже последний пророк и первый пророк, последний пророк Ветхого Завета и первый Нового Завета. Сего времени Царствие Божие благовествуется и всякий усилием входит в Него. И действительно Иоанн Претечи он начал свою проповедь возвещения приближения Царства Божия, а потом и Спаситель Господь Иисус Христо тоже говорит, ну как ты будешь причастен Царству, если не проявишь усилия, а усилия в чем? В том, чтобы преодолевать самого себя, своих собственных грехов, вот как Петр Первый, который тоже был таким, конечно, волевым человеком, но противоречивым, и он говорил, что вот я там и Стрельцов одолел, и Софью победил, а себя преодолеть не могу, вот не могу победить самого себя, потому что вот эти страсти, которые жили, оказывались сильнее его и то же самое у каждого из нас. И Царствие Божие, да, оно благовествуется, но как ты в него войдешь, если не проявишь усилия, стараясь победить самого себя и те страсти, которые препятствуют тебе идти в Царствие Божие. Но скорее небо и земля приедут, нежели одна черта и законы пропадет. На самом деле сущность и существо Завета Ветхого, она не исчезла, она не уничтожена, но в лице Нового Завета она как бы возвышается до более высоких истин, потому что Ветхий Завет он что говорил, там вот не убивай, не блуди, не изменяй, а Новый Завет он те же самые заповеди, он их еще выше возводит, то есть они остаются, но возносятся еще выше. Не просто не убивай, а вообще даже не гневайся напрасно, потому что убийство начинается с напрасного гнева. Не просто не блуди, не прелюбодействуй, а даже в сердце не помышляй, вот не имея вот этих вожделений, похотливых помыслов, потому что именно с этого начинаются плотские падения. И так в отношении всего. Все вечное, что было в Ветхом Завете, оно остается в Новом Завете и возводится еще более высоко. И поскольку Спаситель говорит здесь про как раз борьбу, про усилия, а это ведь для кого? Для нас, то есть для людей, живущих во плоти, то тут же у Евангелиста Луки говорится самое, как сказать, самое непосредственное то, что относится к каждому. Это в отношении семей, потому что наша неустроенность духовная, она начинается сначала с нас самих, потом перекидывается на нашу семью, где мы выплескиваем свое недовольство, где мы раздражаемся и кажется, что человек уже, который живет с нами, он не такой, и нужно его переделать, а если не получается его переделать, то значит надо расстаться. И Спаситель говорит, всякий разводящийся с женой своей и женящийся на другой прелюбодействует, и всякий женящийся на разведенный с мужем прелюбодействует. То есть такие люди, они живут по своим страстям. Вот не удалось тебе со своими страстями ужиться здесь, и ты ищешь кого-то на какое-то время, а люди ведь, когда влюбленность, только первые какие-то месяцы, пару лет они могут жить просто идеалистичными такими чувствами, а потом начинают скрываться недостатки друг друга, тяжело уже принять другого, и опять вот это недовольство, раздражение, вспыльчивость, и так некоторые они экспериментируют всю жизнь, с кем-то сходясь, потом расходясь, в общем, пока себя не преобразишь, пока не проявишь вот этого усилия, то не будет порядка в твоей личной жизни, но без благодати Божией этого не достичь. И вот после этого мы читаем еще одну очень значимую притчу про богача и нищего Лазаря. И может быть даже это не то, чтобы притча, вот есть святые отцы и некоторые исследователи, которые считают, что это ведь речь вообще про конкретных людей, потому что упомянуто имя Лазаря как имя конкретного человека, который действительно был нищий и много страдал, и вот в этих страданиях умер. То есть, может быть, это действительно конкретные люди, которые жили в ту эпоху. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и висон, и каждый день пиршествовал блистательно. То есть, был некий богатый человек порфира и висон. Висон нижняя или висон нижняя одежда из хлопка белого цвета, такая мягкая, приятная, а порфира она верхняя одежда из шерсти, выкрашенная в такой как бы красный царский, похожий на царский цвет. То есть, это очень такие богатые одежды. И человек сам тот был знатный, но имя его не упоминается. Вот в Священном Писании, когда не упоминается имя человека, то это признак того, что Господь не благоволит к нему. А когда упоминается имя, то это признак благоволения Божия, и если даже там вот в Ветхом Завете иногда мы видим удваивающееся имя, Авраам, Авраам, Самуил, Самуил, то есть признак особого благоволения Божия к праведным. И вот здесь уже следующее лицо называется по имени, кто же это? был был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях. То есть вот богатый он в доме пиршествует блистательно. И в общем-то тут не упоминается про другие какие-то его грехи, не говорится, что он там блудил, да, или воровал, а он просто беспечно проводил каждый день. Каждый день пиршествовал блистательно. А в противоположность некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его с греческого подлинника, там буквально был выброшен, был брошен у ворот его. То есть кто-то принесли этого больного Лазаря и кинули его к дверям богатого человека, чтобы некое подаяние было. А для чего его там кинули? Сейчас мы поясним, конечно. Значит, вот он лежал у ворот его в струбьях, потому что болезни и струбья, раны, и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струбья его. Дело в том, что в те времена, может быть и сейчас, но в те времена точно, в восточных странах, в этих городах, когда трапеза заканчивалась, то остатки буквально выбрасывали на улицу, мусоропроводов не было, и вообще с мусором все обстояло дело немножко иначе, поэтому продуктовые остатки просто выкидывали, чтобы их собирали собаки, которые бегали между домами по улицам. И вот поэтому здесь же кто-то кинул вот этого лазаря, оставил лежать, чтобы, когда из богатого дома будут выбрасываться остатки еды, чтобы он это подбирал и ел. И он разделял эту трапезу с псами. Псы для иудеев были нечистые животные, вообще собаки практически не упоминаются в Ветхом Завете, да, конечно, там вот в книге Тавит один раз упоминаются. И здесь вот мы видим в Евангелии от Луки, что вот эти собаки, они проявляют некое милосердие, приходя лизали с трупья его, то есть они проявляли некое дружественное отношение, если собака, скажем, рычит или кусается, да, это враждебное отношение, а тут они лишат его и в каком-то смысле пытаются залечить его с трупья. Получается, что вот эти псы, то есть нечистые для иудеев животные, они более милосердны, чем богатый человек, одевавшийся в порфиру и висан. И никто не пытался лечить, а собаки пытались его поддерживать, и вот они вместе ели. А что потом? А потом, ведь мы все время ждем какого-то чуда, да, что человек там жил бедно, и потом вдруг раз чудом он становится богатым, а может быть неполезно это человеку. И вот здесь ситуация, она вполне будничная, такая драматичная и привычная для нашей земной жизни. Вот он лежал, лежал, питался этими крохами, только с собаками он, может быть, и беседовал как-то, да, и там друг друга они поддерживали, и вот что дальше? А дальше ничего, умер нищий, он умер, но это оказывается еще не все, умер-то он телом, а душа, и отнесен был ангелами на Лона Авраамова. Вот как, оказывается, эти страдания, понесенные им, они послужили во спасение его души. Умер и богач, и похоронили его. Про Лазаря не сказано, что там вот похоронили, то есть никто не устраивал торжественной процессии, вот как здесь его бросили у дверей дома богатого, то, видимо, когда умер, то тоже просто вынесли тело и куда-то там бросили. Зато душа его была отнесена ангелами на Лона Авраамова, а вот умер богач, и похоронили его, то есть торжественная такая дорогая процессия. Вот тут мне сразу вспоминается из потеряка этого святителя Игнатия Бринчанинова, у него в Отечнике описывается, как некий мирянин, он благочестивый, посещал в египетской пустыне подвижника такого очень святой жизни, который молился, постился, ну и время от времени, вот там раз в две недели или как, этот мирянин принесил ему хлеб для пропитания. А в городе жил богатый человек, который тоже беспечно как попало проводил жизнь. И вот, значит, приходит в очередной раз в пустыню мирянин и видит, что подвижник задран какими-то хищными зверями, ну там могли и там, я не знаю, ну гепарды, мы или львы, скорее всего, да, гепарды, может, не стали бы. И как же так, вот он думает, что это же подвижник святой жизни, а Господь попустил ему такую кончину, возвращается, а тут как раз умер вот этот богатый человек. И его в торжественной процессе даже сам епископ сопровождает эту процессию, похоронную, на кладбище, молитвы возносит. Ну и вот он настолько огорчился, что тот же настоящий святой это был в пустыне, и ни епископ его не отпевал, никто, а тут такая торжественная процессия вот этого богатого человека. И что, значит, ему Господь открывает, и ангел ему что сообщает, что подвижник, он вел действительно святой образ жизни, но имел некоторые малые грехи, вот как и всякий человек имеет грехи, и поэтому он пострадал, и вот эти страдания, то, что он умер от хищных зверей, они очистили и те малые грехи, так что он сразу вошел на небеса ко Господу, а у богача у него наоборот, у него были маленькие добрые дела, ну, что-то там он где-то жертвовал, а в целом он жил во грехах, поэтому ради его мелких добродетелей, мелких добрых дел, ему дано такое вот последнее воздаяние, торжественная похоронная процессия, но душа его, к сожалению, не может наследовать те блага, потому что жизнь он посвящал совершенно не тому, и вот здесь то же самое, конечно, у Лазаря нищего, у него были какие-то свои прегрешения, несовершенства, но страдания очистили его, поэтому он отнесен ангелами на лона Авраамова, а вот умер богач, и похоронили его, то есть, да, торжественная процессия, а дальше что? И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, оказывается, в том мире, там уже совершенно иные возможности зрения, то есть, это не то, что в нашем телесном мире, и там все как бы становится на свои места, и в итоге даже видят там больше, кто спасается, кто погибает, и вот этот богач видит, что сам-то он мучается, да, будучи в муках, сказано, а он видит, что Лазарь утешается, некое утешение, и он что говорит? «Отче Аврааме, умилосердись надо мною». Вот это, кстати, проявление молитвы, что Авраам же он святой, и Библия подтверждает, что вообще вот некий факт, что возможность молитвы, правда для самого богача это не очень было действенным в данном случае, но в любом случае он молится святому Аврааму, говорит, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы мочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». То есть настолько страшные вот эти муки, как бы сжение огня, нестерпимое, то есть обилие грехов, оно потом, вот это нераскаянное обилие грехов, оно потом вскрывается, вылазит наружу, как огненные языки мучают душу человеческую. Но Авраам сказал, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Авраам, кстати, очень кротко обращается к нему, не превозносясь, он говорит ласково, «чадо», вот видите, как «чадо», но он говорит как бы некая констатация факта, что описание очевидной реальности, что ты же получил уже доброе твое, то, что ты считал добром в жизни твоей, вот эта беспечность, эти блистательные пиры, вот помните, сказано, что в этой же главе сказано «приобретайте себе друзей богатством неправедным», ну он же богач, вот этот, богатство и было неправедное, а мог бы помочь Лазарю, этому бедному, и на лечение его, и на ноги поставить, и другим тоже, и вот это было бы «приобретайте себе друзей богатством неправедным», то есть в 16 главе первая труднопонимаемая притча, она как бы дополняется второй притчей, как неким наглядным образом уже про богача и нищего Лазаря, вот как надо было бы распоряжаться богатством неправедным, но он этот момент упустил, и вот ты получил уже доброе твое, то, что считал добрым в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь, то есть когда душа расстается с телом, то действительно воздаяние, либо утешение, либо страдание, злострадание, и сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят, это значит, что береги время, пока ты живешь в теле, потому что вот почему не может спастись вот этот богач, ну в данном случае, как мы читаем здесь в описании, потому что он потерял время, и уже выйдя из тела, он не мог исправить свою жизнь, ведь человек пиршествовал, как телесно пиршествовал, если он блудил, ну про это не сказано, вообще какой-нибудь человек блудит в теле, а потом расстается с телем, как он исправится, ведь он блудил в теле, пиршествовал в теле, всякие грехи совершал телесно, и чтобы исправить грех, надо бы тоже в теле все это исправить, чтобы жить уже целомудренно, побеждать эти всякие там соблазны, которые к тебе подступают и тянут на какие-то телесные грехи, а вот ты побеждаешь и живешь трезвенно в теле, и в теле как бы закрепляешь духовную победу, а если ты все время уступал греху, то и телом твоим возобладал грех, и значит душа твоя тоже застряла в этом, а смерть она фиксирует твое состояние, и ты уже не можешь исправить то, те плотские грехи, которые совершил, потому что ты вышел из тела, все, исправление невозможно, но можно, конечно, мы знаем про то, что церковь может вымаливать, но не сами эти люди себе могут помочь, сказано, что вот эта пропасть великая, и не могут перейти оттуда сюда, и отсюда туда, но вот я что хотел еще сказать бы. Упомянута здесь Лона Аврамова. Что это такое? Конечно, это место утешения, отрады, но дело в том, что ведь вся эта притча, она произносится еще до крестных страданий Христовых, до Его воскресения, когда Спаситель выводит праведников из ады и возводит их на небеса. И в общем-то святые отцы там, конечно, мнения разделяются, но мы одну, по крайней мере, точку зрения выскажем. И они говорят, что речь идет, конечно же, о Шиоле, поскольку души всех почивших до крестной жертвы Христа, они сходили в преисподнюю, но там, оказывается, были разные тоже отделения. И вот Лона Аврамова это место утешения и отрады для людей праведных. Они не были причастны еще благам Царства Небесного, но они и не подвергались тем мукам, которым подвергались грешники. То есть, вот был Лона Аврамова, были такие верхние отделения, а была гиена огненная, которая в самом низу, и вот между ними как пропасть, понимаете. Да, и поэтому оттуда и туда тоже не переходили. То есть, оказывается, реалии иного мира, они не одинаковы, как бы не однообразны. Каждый получает вот свое воздаяние. И когда Спаситель уже душой своей не сходил в ад, то, естественно, Лона Аврамова и все праведники, они естественно перемещаются в рай. А те, которые в гиенны огнены, то которые каялись или ожидали его, вот может быть они тоже были спасены. А те, которые замкнулись в себе и говорили, что нет, вот мне ничего не надо, я с Богом не хочу, то так там и остались. Но это вопрос таинственный, и, конечно, для этого нужна отдельная беседа, рассуждать, вот кого именно Господь вывел из ада. И вот в этих реалиях богач страждет, и что дальше мы читаем. Тогда сказал он, так прошу тебя, отче, пошли его, то есть Лазаре, в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Оказывается, душа в том мире, она не забывает про свою земную жизнь и про родственников. Вот иногда возникает вопрос, вот когда человек переходит туда, он забудет все, что было на земле, или нет, нет, не забудет. Но для него будет уже актуальным что-то другое. Вот как мы, допустим, живем, для нас сейчас важно, актуально, ну для кого-то элементарно, работы, чтобы там все было хорошо, некая стабильность зарплаты, достигнуть каких-то профессиональных успехов, или вот дом, квартира, ремонты, и так далее, и так далее. А пройдет время, в принципе, человек, вот когда перейдет в иной мир, он будет помнить, но для него это будет неактуально, вот как для нас сейчас уже наши детские игрушки, они перестали быть значимы. Вот ребенок в детстве играет, и для него каждая игрушечка, она представляет огромное значение. И потом даже жалко расставаться с этой игрушкой, но он взрослеет, и хотя помнит, какие были игрушки, но они как бы в отдалении, потому что он понимает, что это несущественно, это вот что-то очень несовершенное и в отдалении таком. Вот так же, когда человек перейдет за гроб душой, он будет помнить, что он делал, но поймет, что в основном это были как детские игрушки, к которым он привязывался, и смысла было вот не было вкладывать в эту душу, но все это в памяти сохранится, конечно, и тем более родственники. И в данном случае, конечно, в пользу вот этого богача, что можно сказать? То, что он не забыл про своих братьев и говорит, пошли в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, Лазарь, чтобы и они пришли, не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, есть же откровение Божие, ведь Господь же прямо говорит, что вот так поступай, а вот так не поступай. Поэтому свидетельство-то открыто. Он же сказал, нет, отча Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются, тогда Авраам сказал ему, если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. Вот, к сожалению, это действительно так, и не случайно, вот тут ведь Лазарь упомянут, нищий Лазарь, а чуть погодя, действительно, Лазарь, брат Марии и Марфы воскреснет, и явится, и что дальше, то есть, вот он четыре дня был мертвый, уже тление, а Господь его воскрешает, и что, покаялись люди? Нет, те, которые приняли Христа, они, да, они еще больше утвердились в своей вере, но настроенные против только озлобились и постановили даже убить и Лазаря, а не только Христа Спасителя, но вот когда сам Спаситель воскрес, тоже не поверили, и сейчас, вот я одну знаю женщину, Ольга, которая пережила клиническую смерть, я вот не буду описывать все, ну вот она, конечно, во время родов у нее там кровотечение открылось, и врачи сразу не заметили, это внутреннее кровотечение, и вот она отключилась, и потом, значит, смерть наступила, как мы говорим, клиническая смерть, она как будто из тела вышла, ее под руки как два, ну, как два ангела, потом, ну вот она подробно, конечно, рассказывала, что и как, и вот, и вся жизнь была ей показана, и там еще вот кое-что, ну и потом она вернулась, и вот она затем одному из родственников своих все это рассказывает, а он говорит ей, ну, ты понимаешь, ведь это же у тебя, ты такой вот стресс пережила, поэтому это все всего лишь психические реакции, и не более того, и она поняла, что рассказывать об этом смысла нет, и вот многие такие люди, которые прошли через смерть, вернулись, они, собственно, не торопятся говорить, потому что люди и не собираются верить, если человек вот привык к материальному, то даже если там ангел явится ему, вот как говорит про это отец Олег Стеняев, что даже если такому скептику явится ангел, то человек такой поспешит не в храм, а к психиатру, ну, и психиатр будет его, конечно, лечить, поэтому если кто-то из мертвых воскреснет, тоже не поверит, вот таков драматизм нашей человеческой истории, да, человеческой души, что мы очень не склонны к вере, на этом мы завершили чтение 16 главы, дай Господь всем доброго здравия, и в следующий раз мы продолжим вместе с вами на библейском портале экзегет, читать и толковать Евангелие от Луки. Храни вас Господь! Грани вас Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok